В Владивостоке на фасаде 65-й школы установили мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции. Андрей Барколов учился в этой школе в 90-х. Близкие друзья вспоминают о нем с теплотой. Порядочным, очень. С большим, с большим сердцем. С очень большим сердцем. И с очень большой душой. Я очень рада, что была с ним знакома много лет. На церемонию пришел школьный товарищ Евгений Сандлер. С героем он знаком с 6-го класса. Вместе шагали по жизни. Именно он и захотел увековечить навсегда память о товарищей здесь, на стене родной школы, где все и начиналось. Я изначально, когда пришла скорбная весть, я для себя принял решение, переговорил с родными и близкими, чтобы, ну и дал, так скажем, себе обещание, что доска будет висеть на стене этой школы. Чтобы в память о нем, да, чтобы подрастающее поколение помнило, что есть и были такие герои. Таких героев нужно знать и помнить в лицо. Андрей Баркулов погиб 13 февраля 2023 года, выполняя свой долг. За проявленный героизм награжден Орденом Мужества посмертно. И это не единственная награда. Он участник не только специальной военной операции, но и чеченской компании, в которой также был награжден Орденами Мужества. Лично, к сожалению, знаком не был, но со слов его одноклассников, со слов его однополчан, он был мужественный, всегда отзывался на все проблемные вопросы, всегда был готов себя проявить, помочь, не отворачивался от проблемных каких-то моментов. То есть был открытой душой и всегда шел на помощь. В памяти героя почтили старшеклассники, друзья и родственники, а также депутаты Думы Владивостока и заместитель главы администрации Дмитрий Светайло. Близкие с трудом сдерживали слезы во время церемонии. Теперь в 65-й школе навсегда запомнят героя солдата России Андрея Баркулова. Это увековечивание памяти. Памяти даже не конкретного героя, а памяти этого поколения, которое сегодня стоит и грудью защищает свою родину. Мы считаем очень важно, чтобы люди, которые приходят к этой школе, дети, которые в ней учатся, знали и помнили. Помнили историю своей страны, помнили историю своих героев.